Друзья, всем привет! Продолжаем тему ремонта, UPS, аккумуляторных батарей. Сегодня я хочу рассмотреть вот такую модель. Компания APC, American Power Conversion, модель KABAK UPS CS500. Это, в принципе, такая домашняя, можно назвать, модель, такая одиночная, в принципе, подойдет для офиса, для одного компьютера такого, то есть просто рабочее место, не сервер, естественно. Вот, в принципе, его задача на вот одной такой батарейке, 12 вольт 7 ампер, протянуть компьютер, ну, где-нибудь 10-15 минут. То есть это все, что, собственно говоря, этот UPS-ник может. Серия BAK UPS, чем она отличается от серии смартов? Тем, что этот UPS-ник, он всего лишь навсего защищает компьютер от пропадания электричества в сети. Ни от каких скачков, ничего. То есть, если отрубили, он включился, батарейки запитал. Все, это его, как бы, предназначение. Серия Smart, она уже более дорогая, более правильная, я бы сказал. Вот, и она уже фильтрует всякие входящие скачки, то есть питание там идет непосредственно от батарейки все время, и от сети батарейка просто подзаряжается. То есть скачок, пришедший из сети, к нам, у нас не попадает на блок питания компьютера, и таким образом он гораздо лучше защищается. Вот, немножко, как бы, хочу поговорить вообще о ремонте. Как правило, вот такие аппараты, когда приходят в ремонт, предполагать, что у него вышла электроника из строя, ну, я не знаю, там из 10-20 аппаратов, там 1-2 может быть, электроника действительно окислилась совсем, что-то вышло из строя. Как правило, это просто умирают батарейки, срок годности этой батарейки там 3-5 лет, не больше, соответственно, всего лишь навсего, что нам нужно сделать, это заменить батарейку. В прошлом видео я показывал модельку от, соответственно, от компании PCM, там мне не очень понравилось, как устроена замена аккумуляторов и попадание в аккумуляторный отсек. Так, компания PCM делает совершенно правильное решение. Вот, давайте посмотрим, покажу вам, как выглядит попадание в аккумуляторный отсек, конкретно в данной модели. Я его переворачиваю вверх ногами. Всё, то есть мы просто открываем крышку, и мы с вами уже в аккумуляторном отсеке. Коннектор для разъемов плюс-минус, соответственно, тоже очень удобный. Значит, как мы ремонтируем, да, или как мы заменяем батарейки. То есть вот у меня, например, есть две батарейки. Одна из них, заведомо скажу, рабочая, другая нерабочая. Как выглядит, собственно говоря, процесс ремонта-замены. Так, значит, берём один из аккумуляторов, помещаем его в аккумуляторный отсек, и достаём оттуда вот этот наш коннектор. Первое, что мы делаем, спокойненько подключаем разъём к минусу. Всегда мы сначала подключаем минус. После этого, когда мы подключили минус, вот мы очень удобно берёмся за этот вот внизу, который такой разъёмчик, и направляем его на плюс. При этом может быть искреннее, поэтому специально так сделано вот этот вот выступ здесь, чтобы за него пальчиком удобно было зацепиться, и не касаясь, естественно, разъёма, собственно говоря, подключить. Всё, то есть, в принципе, устройство готово к работе. Давайте я подключу сеть к нему, вот, и я включаю его на проверку. Вот, смотрите, что у нас происходит. Вот, я сказал, что у нас два аккумулятора, один из них заведомо был нерабочий, один из них заведомо рабочий. Вот мы с вами сейчас обнаружили нерабочий аккумулятор. Выключаем. Обязательно отсоединяем питание. То же самое отсоединяем сначала. Сначала можно просто вот так его потянуть, аккумулятор, и сразу же отскочит плюс, а потом руками нормально, безопасно отключаем уже минус. Вот, всё. Вот такая вот техника безопасности. Всё очень просто, бояться не нужно. Всё здесь продумано. Вот в устройствах от American Power Conversion здесь всё замечательно продумано, сделано. То есть, ошибиться практически здесь невозможно. Нужно очень постараться, чтобы там коротнуть чего-то, искрануть. Подключаем сначала минус. И потом, как я уже показывал, схватаемся за этот выступ и насаживаем уже плюсовой разъём. Всё. Проверяем. Включаем. Запускаем устройство. Не видим никаких ошибок. Устройство включается. Сейчас пойдёт зарядка. Штатная при включении идёт зарядка. On Battery. То есть, он проверяет ёмкость батарейки, что она сейчас заряжена, что от неё можно работать. Всё. Устройство перешло в рабочий режим и индицирует нам, что никаких ошибок нет. Всё. Можно работать. Батарейка рабочая. Вот. Собственно говоря, вот в этом и состоит весь ремонт UPS-ников. То есть, не нужно этого бояться. Не нужно, как бы, избегать замены. То есть, батарейки эти недорогие. Я бы рекомендовал брать батареечки компании CSB. Потому что у них более качественной... Вот здесь батареечка компании Sven. Есть батареечка компании... В общем, разные батареечки. Ну, компания CSB и компания Sven, вот, например, они производят наиболее качественные продукты. Например, батареечка от CSB, она часто идёт в устройствах от самого American Power Converter, и, соответственно, это показывает их хорошее качество. Далее, значит, что я ещё хотел здесь сказать, значит, что для таких вот устройств достаточно вот этих вот 700-рублёвых, 800-рублёвых батареек. То есть, их стоимость, если покупать их отдельно, где-то, да, не более 700-800 рублей. То есть, сам UPS-ник при покупке нам обойдётся где-нибудь тысячи в две с половиной, три, некоторые модели могут ещё дороже, да, обойтись в некоторых моделях. Две батарейки идёт. Но в любом случае, купив один раз источник бесперебойного питания, вы просто периодически будете менять в них батарейки в себе стоимость этой процедуры очень низка. То есть, вы просто купили батарейку новую, поменяли, всё устройство снова в путь, работает отлично. Вот. В принципе, это, наверное, всё, что я хотел сказать на тему ремонта, замены. Дерзайте, изучайте. Это интересно, это, в принципе, не страшно, никаких там особых опасностей, что там коротнёт себя, ещё что-то, не нужно этого бояться. Это совершенно такая лёгкая техника, легко обслуживаемая, никаких проблем, соответственно, с ними нет. Ладненько, всё, всем спасибо за просмотр, удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите грозные комментарии, счастливо.